Выходить будете, нет? Не имеете права. Я не имею права. Пошли, не ходи. Урод. Ночью на одной из улиц Кирова внимание инспекторов ДПС привлекла Лада девятой модели. Её водитель прибавил скорость, как только заметил патрульную машину. Полицейские поехали следом. После короткой погони девятку удалось остановить. Водитель вёл себя странно. Вы отказываетесь мне передать? Нет. Как мне? Передавайте. Для чего? Как для чего? Молодой человек за рулём отказывался подчиняться требованиям инспектора ДПС, хотя соглашался с ним на словах. У полицейских создалось впечатление, что он неадекватно реагирует на происходящее. Причина была ясна. У меня есть основания полагать, что вы находитесь в состоянии опьянения. Вы отказываетесь выходить, да? Нет. Из машины выходите. После долгих переговоров автоинспекторы вытащили водителя из машины. Дама-пассажирка девятки собрала с дороги рассыпавшиеся при этом бумаги. Она очень хотела попасть домой, ведь Михаил так звали её спутника. Теперь должен был ехать в отделение полиции. То есть я должна добираться сама? Машина отсюда поедет на спецсоянку, на эвакуатор. А кто как же повезёт? Эвакуатор повезёт. Эвакуатор повезёт? Да. Машина была опечатана и погружена на платформу эвакуатора. Дама отправилась домой пешком. Михаил отказался от прохождения медицинской экспертизы на алкоголь. Не самое мудрое решение после вождения в нетрезвом состоянии. К тому же он оскорблял полицейских и угрожал им. В такой ситуации лишение водительских прав – это ещё цветочки.